нежно приветствую всех на лаборатории культуры сегодня у нас прекрасный гость прямо с самолета практически я думаю все и узнали дорогой режиссер борис павлович здравствуй борис привет вот и боря приехал конечно же не просто так а с огромной чудесной программой со спектаклем точнее с проектом гребницы лес и в течение трех четырех 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 дней до в кирове будет масса событий масса спектаклей мастер-классов и тихих и громких вечеров которых мы сейчас подробно бориса расспросим и так давай может быть какую-нибудь сначала такую водную историю в принципе что такое лес на то есть проект уже довольно давно у тебя идет да наверное второй год и как он зародился и почему это гребница и как это связано с бибихиным то есть вот эта аризматическая форма она как-то аутентична пониманию леса в философии бибихина или это немножко какая-то твоя собственная история ну у леса есть несколько источников и скажем так задач с одной стороны это такой проект который созрел от того что в петербурге очень много независимых артистов это вообще такая столица независимого театра не в москве например не в каком-то другом городе нет такого количества бесприютных бездомных актеров режиссеров драматургов и так далее ну потому что понятно что в москве гораздо больше мест где сразу же можно пристроиться и как-то оказаться у дела в там в регионах по-другому устроена ситуация просто потому что но если у человека оказывается там например ну странно быть безработным артистом там в томске ну как бы ты просто переезжаешь тот город где у тебя будет работа а петербург это как раз город куда многие приезжают из разных городов и например не устроившись в государственные театры очень часто затевают свои собственные ну или примыкают к тем независимым коллективом которые существуют и в полсотни это какое-то ты посчитал но я знаю что их вот не меньше пятидесяти считал не я есть петербурге в комитете по культуре прямо из отдельная союз театральных деятелей отдел по работе с негосударственными театрами то есть и петербург это единственный кстати говоря город в россии у которого есть отдельная строка субсидирования негосударственные театры круто нам тоже такой в кирове нужен но этого нет ни в одном регионе и это такая грантовая история которая там как-то уже дальше там она распределяется каждый год по-разному но тем не менее вот в свое время была прописана потому что такая беспрецедентная ситуация вот и среди этих людей которые занимаются независимым театром конечно у меня много друзей и все время было желание как-то посотрудничать а а также было ощущение что конечно мы все существуем каждый по какому-то по своим углам и надо как-то эту ситуацию ну иногда хочется преодолеть ну то есть понятно что все театры немножко отличаются там по репертуарной политике по эстетике ну и резонно что они делают разные театры они потому и объединились в разные группы что им разное интересно но тем не менее такая атомарность она в общем иногда вредит таким вот ну как бы окукливанием и вот возникла идея почему бы не сделать что-то синтетическое как бы на пересечении и хотелось сделать именно лабораторию лабораторию потому что еще одна беда независимого театра то что он на самом деле никакой не независимый он независим только от одной вещи от государства но он патологически зависим от безденежья от необходимости где-то продать билеты арендовать помещение как-то обеспечить себя и так далее и так далее и в этом смысле от рынка от производства театр находится в жесточайшей зависимости от капитализма таким большим общим словно ну да да и поэтому например люди которые там ушли из гостеатров некоторые сознательно то есть то есть кто-то туда не попал а кто-то туда ушел с тем чтобы делать свой собственный театр и быть свободным вдруг ты в какой-то момент понимаешь что ты все свое время тратишь на то чтобы добыть ресурсы на то чтобы этот театр делать она собственно этот театр времени уже и сил не остается и вот того что как бы сказать обычно является синонимом независимости какая-то лабораторность поиск вот на него-то как бы очень часто не хватает ну просто просто не хватает людей люди кончаются к этому моменту и вот театральный проект лес начался с того что я там позвал в начале там каких-то совсем своих там близких друзей потом они стали звать друзей своих друзей и мы собирались в доме радио вот мы так сказать родственные здесь находимся дом радио есть такой в петербурге на итальянской улице это тот самый дом радио откуда ольга бергольц вела свои эфиры в блокаду где исполнялась симфония шостаковича в сорок втором году ну то есть это такое абсолютно культово легендарное место сейчас там уже нет радиотрансляции это теперь культурный центр и вот там есть комнатка где наш театральный проект обрел свое репетиционное пространство вот благодаря фонду alma mater с которыми мы делаем инклюзивные проекты там прописали с инклюзивными проектами но вот лес в общем тоже инклюзивный проект просто но инклюзива довольно широкое понятие мы с полгода назад об этом говорили как раз ну вот ну вот поэтому да конечно лес в этом смысле вполне инклюзивен тем более что у нас есть и части в том числе где играют люди с инвалидностью то есть лес в этом смысле широк ну вот мы стали там собираться как я уже сказал приходили новые люди и мы в течение двух лет только собирались читали обсуждали и вот это как бы одно крыло рождения второе крыло это владимир бибихин философ и крыло это связано с тем что я этого философа люблю много лет еще будучи в кирове ты читал его и задолго до кирова задолго до кирова я тут установил что я впервые взял его книгу в руки в 2004 году то есть скоро будет 20 лет как я читаю с этим автором да да и ну и конечно у нас есть такие авторы собеседники там кто-то там с бродским разговаривает кто-то с достоевским кто-то с набоковым вот я разговариваю с бибихиным и мне всегда казалось что он очень ну как бы неправильно сказать театрален потому что как раз то того что мы обычно называем атрибутами театральности ну какая-то карнавальность какая-то ролевая игра для всего этого бибихина нет но у бибихина есть очень глубокая и какая-то очень близко мне феноменология вот такое пристальное внимание к вещам к вещам как таковым то что к феноменологии феноменология ну как густер кричал назад к вещам даже философия слишком ушла в абстрактные величины давайте вернемся к тому что стол это в первую очередь стол а не часть какой-то более сложной структуры это просто стол и у него как у стола есть своя как это сказать миссия ценность именно со своя стольность какая-то вот бибихин конечно он абсолютно эту феноменологическую традицию продолжает он ученик Александра федоровича лосева и в этом отношении он оказывается близким современному театру философом в том отношении что современный театр тоже ищет вот такого как бы сказать возврата от ну как бы от глобальных каких-то сюжетов к миру человеческого тела человеческого дыхания вещей повседневного быта всего того что вот как бы сказать не театрализовано в смысле выдумки игры перевоплощения а всего того что как бы составляет такую вот ткань ну как бы повседневной жизни да и театр это такой как бы прожектор который высвечивает в этом смысле театральность в смысле прожектора который высвечивает то что уже есть мне очень мне еще знаешь кажется в чем театральность а немножко в другом каком-то контексте бибихин очень похож на мой взгляд на бенемина которого называют как раз слабым теоретиком то есть такая слабая теория с точки зрения философии где нет каких-то жестких структур нет каких-то там четких концептуализации подачи материала в такой логической структуре возникает какое-то окружение то есть о чем бы ни писал бенемин и как мне кажется бибихин да это не пересказ это абсолютно не имеет может быть с чьей-то точки зрения прямого отношения к какому-то автору какому-то контекст какому-то тексту а создается какая-то собственная вселенная то есть создается абсолютно автономная какая-то своя а интерпретация в том смысле что именно интерпретация так как ты нас учил на летней школе нет толкование а интерпретация мы нет толкуем не пересказывать не пытаемся передать смысл а создаем какую-то свою собственную версию это в плане он тоже действительно такой театральный, в том плане, что театр, ну, как мне кажется, современный театр не пытается передать слово догматично то, о чем идет речь в каком-то тексте, в пьесе или в каком-то феномене, а как раз создает какую-то собственную интерпретацию. Мне кажется, то немногое, что я читала у Вибихина, оно привлекает именно этим. Ну, я не знаю, мне запомнилась страшная глава, когда он о деконструкции Дорида размышляет через отказ его от ритуала обрезания. То есть, в принципе, такая психоаналитическая трактовка мало кому придет в голову, и мне, по крайней мере, никогда бы не пришла, но ты смотришь через эту оптику и понимаешь, что это тоже имеет место быть, имеет право такое решение. Прости, перебила тебя. Мне кажется, что тем, кто не погружен в глубины современной философии, можно как раз сказать о том, что Бибихин в этом смысле ты абсолютно права, что он не жестко структурированный, а вот он такой, он конечно, выдающийся рассказчик. И это, конечно, правда, с Беньямином их очень сближает. И он как раз такой философ, у которого был круг слушателей не из философских кругов. То есть, как раз академические философы очень часто Бибихина не признавали вообще за философа, и до сих пор, кстати говоря, его положение такое двусмысленное. Но люди, которые там из самых неожиданных кругов приходили слушать его лекции, потому что это был такой опыт встречи с человеком, который парадоксальным образом сталкивает какие-то вещи. Ему очень важно, например, было опираться на повседневный язык. То есть, он очень часто избегает именно такого категориального аппарата философского. У него, например, недавно мы в разговоре вспоминали такой пример из его курса «Собственность» о том, что он говорит, что добро и зло — это не выбор, который стоит перед человеком. Что вот есть добро, вот есть зло, вот совершай выбор. В общем-то, обычно человек думает, что совершает выбор в пользу добра. Просто, говорит Бибихин, добро — это сложная штука. Говорит, даже шесть соток сложно привести в доброе состояние. И они из-за того, что принесут тебе благо, становятся обузой, пыткой и вдруг оборачиваются для тебя проклятием. А как же говорить там об устройстве всей жизни? Как же говорить об устройстве мира, если даже свои шесть соток мы не можем по-доброму устроить? Ну, вот такие примеры — это очень ему свойственно. Поэтому, конечно, еще одно сближающее Бибихина с театром — это его как бы такая открытость неакадемически подготовленному слушателю. Мне кажется, еще вот идеологичность, которая в его книгах, ну, по крайней мере, вот то, что я читала, «Лес и пора», то, что они составлены из его лекций как раз, да, то есть вот это очень сильно чувствуется, что это не книжка, которую там сидели, писали, представляя какого-то отложенного очень читателя, да, в качестве какого-то человека для диалога, а то, что это было как раз рассказом, и ты, когда читаешь, ты как будто бы условно переносишься вот в эту зрительскую аудиторию, в лекторскую аудиторию, и слышишь, как с тобой говорят. Ну вот. В общем, вот такой вот прекрасный Бибихин, такой вот прекрасный, образный, поэтичный. И я как, знаете, когда что-то очень долго как-то носишь с собой в сумке, потом очень сложно что-то с ним сделать. И мне как раз гораздо легче ставить книги, которые я схватил с полки. Очаровался и сразу хочу рассказать о них. Даже больше того. Я вообще предпочитаю ставить книги, которые я еще не читал. Я очень часто беру для постановки книгу, и мы начинаем читать ее вместе с артистами уже в процессе репетиции. То есть для меня вот эта вот как бы такая решимость на интуитивном уровне, она как бы раскрепощает. Ты как бы не имеешь какого-то вымученного плана. Ты отправляешься в путешествие в реальном времени. Как раз такой лабораторный формат, когда ты можешь очень быстро, да, в какой-то короткий срок. Вот с Бибихиным такой номер уже был упущен, потому что вот как ты уже действительно там 15 лет до этого уже его читал. И поэтому мне как раз нужны были собеседники. А самое главное, что у меня не было версии, как это можно все упихать в один спектакль. И вначале идея была какая, что вот мы собрались и затеяли такую лабораторию с моими там коллегами по театру. Не в смысле по театру, где мы работаем, а по виду деятельности. Как я уже сказал, это были люди иногда, которых я видел впервые в жизни, потому что там, как это, привели по дружбе. И вот мы думали, что будем делать какие-то этюды, пробы, и может быть как-то найдется какой-то спектакль. Но постепенно стало ясно, что эти идеи, которые приносят разные люди, они настолько самодостаточно интересные, что не хочется приведеть их к общему знаменателю одного спектакля. И тогда родилась идея, это, кстати, в этом большая заслуга продюсера Лёши Полтунова, с которым мы вместе раскручивали эту штуку, оставить каждой идее возможность быть своим собственным спектаклем. И так родилась идея вот этого спектакля «Гребницы». То есть мы так и определяем, что это не... То есть можно говорить, что это разные спектакли. В принципе, они действительно самодостаточны. То есть можно посмотреть один и что-то вынести, потому что там у них есть начало и конец. Но все-таки интереснее думать про них, как про разные акты одного спектакля, просто антракты затянутые. Иногда антракт длится две недели, иногда антракт длится месяц. Ну вот кировчанам в этом смысле повезло. То есть мы привезли... Да, еще сцены раскиданы по разным городам. Да, но бывает же так, что вот вышел в фойе погулять, там вернулся, декорация поменялась. Кировчанам, я говорю, повезло, что мы играем наши части концентрировано вообще даже в два дня. Мы играем их в воскресенье и понедельник. Вот именно лесные вот эти части. Три кусочка в два дня. Вот поэтому те, кто будет смотреть их, действительно смогут, как бы сказать, удержать вот эту форму одного спектакля, который просто происходит в разных помещениях, в разное время. Но это как бы один спектакль-лес. Вот, наверное, что надо сказать про эту работу. Ну и важно, наверное, еще то, что после того, как вот это так долго, я уже сказал, почти два года зрело исключительно в каких-то очень герметичных чтениях, сейчас наоборот стала такой операционной системой с открытым кодом. Мы как бы выложили ключи в интернет. Знаете, есть там Windows, есть Mac OS, а есть Linux. Это операционная система, которую каждый может бесплатно скачать в интернете и допилить ее под себя. Вот лес — это Linux. Они даже словесно похожи. То есть, например, сейчас уже делаются спектакли в Тюмени, собираются люди в... Уже происходит работа в Тбилиси, собираются люди в Самаре, в Красноярске, и наверняка где-то еще где они в курсе. И люди делают какие-то свои тоже такие части, и в этом совершенно нету никакого как бы руководства. То есть, это тот самый горизонтальный проект, о котором так долго говорили большевики. В том смысле, что у него есть ну как бы такая хронологически исходная точка, что вот дом радио, в котором собрались люди читать книжку. А дальше уже все возникающие споры, они от этой исходной точки, они с ней генетически связаны, но они от нее независимы. В этом смысле иерархически никак не выстроены вокруг. И, например, я по секрету могу сказать, что там с утра в понедельник бывшие мои лаборанты из драматической лаборатории хотят показать кусочки, которые они тоже решили как-то посочинять по поводу леса. Вот так что, может быть, и в Кирове возникнут... Возникнет свой лес. Нет, лес-то все тот же, новые ростки. Да, здорово. Ну давай для тех наших зрителей, которые планируют выбрать какой-то спектакль для себя или какой-то мастер-класс, мы коротенечко так пробежимся по программе, да, чтобы можно было сориентироваться, где, когда и что. Я возьму на себя функцию... Ну, мастер-класс будет уже сейчас, поэтому вы уже на него опоздали, те, кто на него не пришел. Ну, тогда не будем про него говорить, да? Мне кажется, что да, что мастер-класс — это какая-то вещь, которая, во-первых, она очень практическая, и я думаю, что на нее в первую очередь шли те люди, которые с театром связаны, ну, в большей или меньшей степени, поэтому я думаю, давай сразу в перформансы. Тогда мы говорим про завтрашний день, 18 февраля. Я должна сразу предупредить, что буду называть возрастные ограничения у всех мероприятий. Благо они разные. Благо они разные, да, поэтому мы не говорим о каком-то возрастном ограничении в целом у проекта лес. Буду называть сейчас привет всем надзорам у каждого мероприятия своем. Привет целевой аудитории. Куда-то мы зовем людей постарше, а куда-то и помоложе. Это да. Значит, 18 февраля, 16.00, кафе «Хот-дог-хаус» будет тихий поэтический вечер Бориса Павловича. Странные стихи первой половины 20 века. Абериутов, Веденский, Заболоцкий, Хармс, а также Константин Эдуардович Селковский. Так, 12+. Я уже сказала или нет? Вот сейчас да. Вот сейчас сказала, да. Вот, что это будет? Почему тихий вечер? Ну, давай сразу анонсируем, что вечером будет шумный. Хорошо, да. Они как будто бы идут парой. Также 18 февраля будет и шумный творческий вечер Бориса Павловича, когда Борис прочитает любимые стихи современных поэтов, а также собственную пьесу, которую он написал для проекта «Лес», но так ни с кем и не поставил. 18+. То есть какая-то читка, а может быть даже чуть-чуть и постановка, будет такая в Кирове премьера. Вот, это все будет 18 февраля, так, 18+, я сказала, 18 февраля в 19.00 в Вязком субъективе. Вот давай про эти два шумных и тихих вечера расскажем. Да, здесь интересно, что тот, который будет раньше, возник позже, потому что в начале, когда составлялась программа этих гастролей, и в лесу у всех есть спектакль, кроме меня. То есть я в лесу... Обыдно стало. Нет, наоборот. Я сделал театральный проект, в котором мне можно ничего не делать. Ну, во-первых, что я сделал? Я как бы просто всех позвал, а дальше уже моя функция на этом, как и положено в горизонтальных проектах, она, в общем-то, уже как бы осуществилась. То есть в отличие от руководства, например, театром, где на тебя заведены там все нити управления, здесь каждый, кто делает свою работу, отвечает за нее сам. Ты только поливаешь периодически, да? Кто в этом нуждается? Потому что, например, кто-то приходит за советом, а кто-то нет. Ну, как бы кому-то это не нужно. То есть есть тема. Вот Владимир Бибихин. Слагаемы же очень простые. Это вот есть тема, философия Бибихина. И, как ты понимаешь, она может буквально звучать как текст. Это может быть ассоциативная какая-то связь. Это может быть вообще распакля без слов. У нас, правда, еще не было ни одного распакля без слов. Но рано или поздно он должен появиться. А какая классная все-таки вот это развлечение молчания и тишины как раз из текста Бибихина какая была бы классная история. Это, кстати, будет в спектакле «Лес актриса». Вот этот текст. Да, хорошо, вернемся к этому. Вот. И вот эта вот история про... Шумную и тихую вечеринку? Да. То есть я сбила тебя. Да, сейчас. Да. А мы говорили о том, у кого есть спектакль, у кого нет спектаклей. И мы говорили о том, что каждый отвечает за то, что он делает. И каждый, естественно, делает то, чего ему не хватает. Ну, и понятно, что актер — это обычно очень такая зависимая фигура. Режиссер назначил на роль. Ну, вот есть у тебя роль. Не позвали тебя в проект. Что ты можешь сделать? И вот очень важно, что «Лес», он как бы дает возможность человеку, у которого есть какие-то идеи, но он не режиссер. Но он эти идеи может как-то взять и реализовать. И поэтому, например, кому-то там нужна аудиторская поддержка, там какая-то, сопервизия, да, кто-то приносит... И, например, там какие-то работы вырастали через серию таких вот там. Человек показал 10 минут, там мы все вместе обсудили. Человек показал там полчаса, все вместе обсудили. А кто-то взял, да просто сам сделал, написал, вот тогда будет премьера, поставьте в афишу. Потому что, по большому счету, единственное место, где встречается лес, это социальные сети. То есть у нас есть в соцсетях страничка, где мы собираем афиши. У нас есть прекрасные люди, волонтеры, лесники, которые отвечают за... За эту гребницу, сетевую. Да, за модерацию. Кто-то пишет подкасты лесные, там лесные фотографы есть. То есть это как бы вокруг спектакля есть еще целый мир людей, которые вот эта субкультура какая-то лесная. Вот. И у леса одно из важных условий, что мы сразу договорились, что мы не играем на театральных сценах, ну на сцене, что мы как бы это все-таки история про... Это же лес. Да, и лес, который как раз в городе все время прорастает в странных местах. Если где-то стройка заброшена, там обязательно какое-нибудь деревце вырастет посреди фундамента. Лес же очень часто сквозь асфальт какие-то там ромашки прорастают. На крыше. И вот лес, он так вот и прорастает. Тут на крыше, тут вот где-нибудь наоборот, где-то в баре, еще как-то, в бассейне, ну где угодно. Где угодно. И мне кажется, это тоже какая-то важная история, что это такой спектакль в городском пространстве. Ну, то есть он как бы... Это тоже такой, я думаю, важный посыл, что театр может быть везде. Что для того, чтобы возник театр, что нужно? Нужна мысль. Ну, почему еще и философия? Потому что... Почему мы не взяли, например, Чехова там или там, не знаю, Тургенева, чтобы сделать такой спектакль? А потому что философия заранее не содержит в себе никакой эстетики. Ну, потому что литература художественная, она бы несла в себе уже какое-то предложение, скажем так, эстетического порядка. Ну, то есть там персонажи, они как-то говорят, то есть они либо стихами будут говорить, либо прозой. Ну, то есть уже будет какое-то программирование, ну, спектакля. И чтобы преодолеть вот эту инерцию автора, нужен режиссер, который, ну, как бы предложит свою эстетическую систему. А здесь что такое философский текст? Это же, по сути дела, такой ход мысли. Ход мысли. И ты к этому ходу мысли как-то присоединяешься, эти мысли как-то резонируют с твоими мыслями, и теперь тебе по этому поводу что-то надо сделать. И здесь как раз мы как бы всех артистов освобождаем от вот этой необходимости как бы еще какого-то дополнительного режиссера, потому что, скажем, где вообще тебе думать комфортно? Да? И вот, например, там, мне комфортно перестать репетировать спектакли, потому что я их все время делаю. И, например, мой, моя работа в лесу то, что я не делаю спектакли. Я выбрал это время, чтобы не репетировать спектакли, не сочинять спектакли. То есть мне очень нравится встречаться с людьми, разговаривать, обсуждать. Мне очень нравится любоваться их замыслами. То есть я в лесу занимаюсь тем, что я наслаждаюсь творчеством других людей, которые, ну, как бы со мной этим процессом этой кухни как бы делятся. И мне это ужасно близко. Поэтому вот... То есть на шумных вечеринках ты будешь встречаться, разговаривать, слушать? Нет. И поскольку мне хотелось, чтобы я тоже все-таки раз уж спустя ровно 10 лет, в 13-м году я уехал из Кирова, а сейчас 23-й. 10 лет? Боже мой. Да, раз уж происходит такое прекрасное возвращение, мне тоже хотелось что-нибудь сделать, поэтому я могу делать то, что... Как это сказать? То, что у меня получается, я громко вслух могу читать с листа. Я же не артист, я плохо учу тексты, поэтому буду читать не по памяти. Да ладно, ты у меня в двух проектах как артист, как актер участвовал, это было классно. Это было с листочком. Поэтому с листочком я вызвался почитать, как, да, уже в анонсе звучало, там будет моя небольшая пьеса, написанная для леса, ну и мои любимые какие-то поэты современности. Вот. Когда мы это объявили, вдруг обнаружилось, что все билеты раз и купили. И поэтому подумалось нам, что надо сделать тогда еще один вечер. И раз уж вечерний был шумный и 18+, ну, это логично, вечер 18+, то надо сделать дневной для семейного посещения. И поэтому мы назначили на 16.00 тихий поэтический вечер, где я как раз как-то сказать, зеркально к вот этим вот современным экспериментаторам в литературе скомпоновал программу из тех, кто эти эксперименты сто лет назад начал. Это те люди, которые, кроме всего прочего, не чужды вятки. Это Заболоцкий и Циолковский. Ну и вокруг них вот эти вот коллеги Заболоцкого по авангарду абориутскому. Но мне кажется, главный сюжет это, конечно, Заболоцкий и Циолковский, потому что это такие важные поэты начала 20 века, его первой, третьи, люди, которые мечтали о космосе и о новых связях между живыми существами. Заболоцкий в этом смысле космист в поэзии, потому что его стихи наполнены вот этой вот атомарной связью всего со всем на Земле. В общем, если вам интересно как-то узнать что-то про связь космоса и поэзии, вот приходите в 4 часа в субботу. Вот, это будут два таких поэтических вечера. Вечером не приглашаю, потому что бюллетов уже нету. Так что... Ну тогда хотя бы расскажи, о чем твоя пьеса или прочитай немножечко из нее. Что это за пьеса, которую ты написал? Это конкретно по Бибихину или это какая-то ассоциация? Да, это по Бибихину, это по Бибихину. Это как раз мне хотелось... Ну, все равно надо было на себе проверить. То есть эта пьеса возникла еще до того, как в Листу стали возникать спектакли. То есть мы стали собираться и обсуждать. То есть проект Лист уже начался, но еще не было ничего готово. И я подумал, что мне нужно сделать ну как бы прецедент какой-то. И я взял свои любимые какие-то фрагменты бибихинской речи и попробовал так сказать эти фрагменты любовной речи. Речи влюбленной. Да. Скомпоновать в некоторый монолог. И это был монолог меня. Монолог режиссера. Монолог режиссера. Как я уже сказал, что проект же посвящен это очень важно, что он посвящен как бы рефлексии людей театра. То есть, например, на лес можно идти не потому, что вы любите современную философию, а потому, что вы любите театр. Ну как бы и все спектакли так или иначе они касаются размышления о том, какой может быть театр. И вот я написал такой вот печальный монолог режиссера. Вот. Человека, который все время должен на кого-то орать. Вот. Поэтому это была пьеса, которую нужно исполнять, стоя на горе и кричать людям, которые находятся далеко-далеко внизу. Ну, потому что режиссер же тот, который в семье кричит. Вот. Так, так, так. Что-то мне это знакомо. Да. Да. Ты так говоришь, что так ни с кем ее и не поставил, но, по-моему, в Казани была апробация в Свияжске этого материала. Пришлось создать женскую версию этой пьесы. Потому что ты заболел ковидом. И не поехал. Да. То есть это такая чудесная пьеса, которая так и никогда не была сыграна вот в этом варианте, потому что я заболел. И эту пьесу играла казанская режиссерка Регина Сатарова. И мы специально для нее пересочинили женскую версию. И Регина там рассказывала как раз о том, как это быть режиссером женщиной. А как ты понимаешь, это совершенно особая история, связанная как бы и с какими-то стереотипами, и много с чем, в общем. Поэтому в Казани, вернее, в Свияжске, недалеко от Казани, была сыграна как-то все так Попавичу. Женская версия этой пьесы. Вот. А мужская такая осталась при мне неигранная. И я решил, что, видимо, ну не судьба, и поэтому я ношу с собой распечатанные листики. И когда выдается случай, я ее читаю. Вот. И завтра вечером тоже почитаю. Ну здорово. Поскольку у меня там не будет это, дай почитать. Хорошо? Пьеса. Хорошо. Давай перейдем к следующей. Собственно, к лесу. Собственно, к лесу, да. То есть первый спектакль «Лес. Актриса». Актриса Кристина Токарева путешествует по пустым, гулким, театральным лестницам и коридорам размышляя о парадоксальной актерской природе и проблеме материи у Аристотеля. Самый эстетически безупречный спектакль «Леса». Он будет 19 февраля два показа в 15.00 и 18.00 в Вятской филармонии. Так, а возрастное ограничение тут чего-то не написано. Насколько я помню, у актрисы 16+. Леса актриса. Да. 16+. Да, 16+. 16 плюс стоит не потому, что там есть какие-то, что там актриса курит или делает какие-то еще недоступные детям вещи, просто вот эта звучащая там материя у Аристотеля, в общем, это еще просто спектакль, который, ну, скажем так, А, нет, 12+. Я увидела, да. То есть 12-летний эту материю уже способен. В общем, если вам есть 12 лет, три раза подумайте, хотите ли вы слушать про материю Аристотеля. А если 16, приходите, наш 16-летний ребенок был и было хорошо. Вот. Поэтому тут действительно вопрос поставленных проблем. Что такое актриса? Как я уже сказал, каждый автор нашего Леса, он решает какие-то свои личные проблемы, задачи. И Кристина Токарева ее как молодую актрису, которая только начинает, ну, сейчас уже она более опытная, чем два года назад, когда она сочиняла этот спектакль. Но, тем не менее, все равно это актриса, которая делает свои первые шаги в профессии. И для нее вот эти вот размышления о том, что же такое актер, что же и почему возникает Аристотель. Актер это материал, или то есть это дух или материя, да, то есть что такое, да, актер это материал в руках режиссера, театра, или наоборот, актер это тот, кто берет в свои руки материал, там, текст, то есть кто ты? Ты дух или ты материя или еще что-то? Ой, я вспомнила, да, это текст Увебихина как раз, где он разделяет это как раз из леса. Чудесный. У нас не так много, где используются тексты именно леса, в основном другие книги, но вот в лесе актрисе, в актрисе как раз вот, так сказать, корневой текст звучит. И это такое путешествие по театру в тот момент, когда на сцене все затихло в ожидании спектакля, то есть это такое путешествие по таким вот по пустым гулким фойе, и вот мы уже сразу же с самолета сегодня зашли в филармонию посмотреть, там недавно сделали ремонт, вот только что там сделан ремонт, она безупречно выглядит, я был просто потрясен тем, как она, ну правда, очень хорошо все такое девственно чистое, выкрашенное, блестящее, и это, конечно, идеальное пространство для Кристины, потому что это такая мечта о таком вот недоступном, великом театре прошлого, и Кристина, помимо Бибихина, включила в свой спектакль дневники Веры Федорны Комиссаржевской, ну потому что это такая главная актриса Петербурга, и премьера спектакля состоялась в театре имени Веры Федорны Комиссаржевской, и, собственно, Кристина, она, конечно, рифмует, потому что Комиссаржевская, это же еще очень важный такой новый тип актрисы, она же была директором театра, она была человеком, которая наняла Мирхольдена работу, чтобы он с ней ставил спектакль, то есть она была подвижником и новой драматургии, она вот продвигала в России новую драму Ипсона, Горького, и с подвижником новой режиссуры, ну вообще режиссуры, которая только-только появилась тогда. В этом смысле, конечно, ее размышления о том, что такое актриса сегодня, и у нее в дневниках много боли, много сомнений, это то, в чем и сейчас очень интересно разбираться, и вот Кристина, это такие вот мучительные попытки разобраться с тем, что же такое актер, и вот мы вместе с ней путешествуем как бы по театру, ищем свое место, это вот такая прогулка. Здорово. А билеты еще остались? Вот дополнительный спектакль 18.00 мы назначили, там есть билеты, туда приходите, еще успеваете, да, успеваете, и там будет звучать любимый текст Гульнары про тишину и молчание. Прекрасно. Обязательно приходите, тогда рекомендую всем. И там же в филармонии можно перейти дальше, да, ходит спектакль Лес ожидания. У меня дальше идет по бумажке Лес Ангелина. Ну, давай расскажем про ожидания, потому что, во-первых, когда там, нет. А так это вот тот же день же будет? 19 февраля. Ну, давай, хорошо, если ты тогда потом сможешь переключиться на Ангелину. Останется последнее мероприятие. Давай тогда. Хорошо, Лес ожидания. Ожидание, да, там же в филармонии будет ожидание. Почему тоже в филармонии? Потому что это тоже... 16 плюс. Лес ожидания, 16 плюс. Прости, пожалуйста. Это спектакль, который тоже играется, как это сказать, в околотеатральном пространстве. Да, мы уже сказали, что Лес опасается выходить прямо на сцену, но вот околотеатральное пространство, поскольку много рефлексии по поводу театра, то вот эти околотеатральные пространства ему интересны. Вот Лес ожидания, это тоже такой околотеатральный спектакль. Здесь это... он гораздо более такой... Как правильно сказать? Если Лес актриса это такая мистическая прогулка, где вот там перепутаны времена, эпохи, где я, где не я, где античные какие-то монологи, где сегодняшние, где начало 20 века, то ожидания это такой очень приземистый спектакль. Это он какой-то... Он очень такой тактильный, как бы здесь и сейчас. Главная тема спектакля с ожидания это вот присутствие. Присутствие здесь и сейчас. Ожидание это, конечно, вообще наше ежесекундное состояние. Мы все время живем в ожидании и чего-нибудь в тревожных предчувствиях либо в предвкушении, но как бы мы все время ожидаем. И Таня Шуклина прекрасная актриса, она исследует все вот эти состояния ожидания. Что еще, мне кажется, как бы интрига всего этого дела, дело в том, что Таня Шуклина кировчанка. Ого! Да! И это, конечно, гастроли, которые мы здесь затеяли, они, конечно, связаны с тем, что мне очень хотелось приехать с тем, что есть Ира Брежнева, которая сказала, так, Борис, едем, все, помогу, соберем команду, все организуем. И так и было. И Ира Брежнева наш такой тайный продюсер. Привет, тебе тайный продюсер. Она открещивается от статусных каких-то наименований, но так или иначе, если бы Ира не взялась все это как-то раскручивать, потом уже подтянулись мои бывшие студенты из драматической лаборатории и взялись во множество рук за эту работу. Это, конечно, бесконечно приятно. Вот. В общем, и еще одним таким императивом было то, что надо привести Танюшу Клину в Киров и показать артистку, так сказать, лицом. Потому что Таня артистка театра поколений и в Петербурге ее знают. Она уже... У нее есть и собственные спектакли, у нее есть и собственные постановки. Она такой именно очень яркий представитель вот этого независимого театра, человек, который на все руки мастер. И, конечно, то, что она ни разу не играла у себя на родине, это упущение, которое нужно было наверстывать. Вот. И поэтому Таня прилетит и будет здесь ожидание играть. Так что я думаю, что все друзья и родственники братца Кролика уже билеты купили. Но если вдруг вы сейчас упали со стула, услышав знакомую фамилию... То приходите, да, 19 февраля и 20 февраля. 20 уже нет билетов, поэтому 19. В 20.00 в Девятскую филармонию 16 плюс лес ожидания. Да. И давай расскажем о последнем спектакле, который можно будет увидеть в рамках проекта «Лес». Это... Лес Ангелина. Лес Ангелина. Веселый и жесткий стендап Ангелины за Сенцевой в настоящем баре о рождении и смерти в России. Самый захватывающий и безжалостный спектакль «Леса» 18 плюс. Оба спектакля будут в баре «Квартира» 19 и 20 февраля. В 19.00 оба дня. Да. Да, это стендап в баре, поэтому 18 плюс, естественно, потому что... Ну, это стендап. Стендап всегда происходит... Ну, во-первых, стендап всегда 18 плюс. Я знаю, что есть какие-то эксперименты и появились какие-то семейные стендапы, но это уже, что называется, новомодное изобретение. Смысль стендапа в том, чтобы выйти и в лицо аудитории говорить неприглядные вещи. Поэтому, друзья, кто уже купил билет, держитесь. Задумайтесь. Задумайтесь, да. Ну, весь наш спектакль, потому что надо задуматься. Ну, вот те, кто придут на Ангелину, задумаются два раза. И это, конечно, такой спектакль, это самый путешествующий спектакль нашего проекта. Лес Ангелина подвал. По-моему, он «Золотую маску», да? Да, он номинирован на «Золотую маску» и в начале апреля в баре «White Eagles» на Тверской. Вот Ангелина будет играть спектакль. И кировчанам не надо будет ехать в Москву в бар «White Eagles», потому что мы уже здесь. Да, и этот спектакль, он побывал уже во множестве городов, от Калининграда до Тюмени, проехал там и Сибирь, и западные рубежи. И, конечно, это во многом связано с тем, что вот этот формат тендапа и в баре, он очень легкий в продюсировании, ну, потому что, например, путешествия по театральному закулисью, это надо согласовать, найти, надо, чтобы были какие-то партнеры, которые помогут. Ну, то есть, если бы там, если бы там не Ира Брежнева, которая там договаривалась как раз с уколом филармония, то ничего бы и не было. В баре всегда можно договориться, потому что в понедельник вечером... Они пустуют, да? Да, и бары счастливы, что придут какие-то люди и сыграют у них спектакль, и придет 30-40 человек. Как это связано с Бибихиным? С Бибихиным это связано очень просто, потому что Ангелина взяла в основу своего спектакля книжку под названием «Узнай себя». И она производит такую деконструкцию себя буквально. То есть она берет тезисы Бибихина, которые, ну, носят такой, как бы, общечеловеческий характер и перекладывает буквально на свою биографию. То есть там есть какой-то... Бибихин говорит, что мы должны вписать себя в карту пространства. Ангелина берет карту России и ставит флажки везде, где она была. Там Бибихин говорит, что человек должен бросить себя на решение важной задачи. Ангелина берет и перечисляет важные задачи, которые она решала. То есть это такой вот такой гайд, как можно современную философию переложить на такой очень буквальный прагматичный язык. И этот спектакль такой вот самый показанный тем, кто побаивается философии, потому что Ангелина максимально не похожа на лектора по современной философии. Бар — это место, которое максимально не похоже на то место, где ее обычно читают. Так что это такой вот юзер-фрэнгли спектакль, на котором можно сидеть с напитками в руке. Хорошо, здорово. Ну что ж, нам сейчас, к сожалению, Бориса нужно будет отпустить уже на мастер-класс, на который вы, дорогие зрители, уже не попадаете. Кто попадает, кто не попадает. Ну да, кто-то попадает, который будет уже буквально через несколько часов в галерее прогресса. Я должна сказать, что это какой-то огромный праздник, большая радость, то, что и Борис здесь, и команда леса, и не знаю, можно ли такое вообще в принципе пропускать. Мне кажется, что это какая-то очень долгожданная такая встреча. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам, друзья. Правда, будет очень радостно встретиться. Действительно, вот эти дополнительные назначенные нами показы, там еще есть билеты, поэтому гуглите, заходите, приходите. Вот еще четыре дня, включая этот, мы здесь. Буду очень рад встрече. Спасибо тебе огромное. Удачи. Надеюсь, это не последний лес, не последний проект, который можно будет увидеть в Кирове. Теперь слово за кировчанами. Да. Пока-пока. АПЛОДИСМЕНТЫ